Приветствую вас, дорогие ребята! Меня зовут Анна Олеговна, и мы продолжаем наш урок по учебнику Спотлайз 2 класс. My animals. Вторая часть урока. Мои животные. Я надеюсь, вы выучили слова очень хорошо, животные и действия, которые они умеют совершать. Если нет, возвращаемся к предыдущему уроку, еще раз повторяем, на картиночке смотрим, называем, да, где рыбка, где лягушка, где птичка и их действия, потому что сегодня мы будем тренироваться. Итак, смотрим на упражнение 1. Exercise number 1. У нас есть просто слова, да, животные у нас слева, справа все действия. Нам нужно из этих слов составить предложение. И образец, смотрите, есть в самом-самом низу, под цифрой 1 у нас написано. Читаем. A frog can jump. Я надеюсь, вы запомнили, как переводится слово can. Can умеет или может. Лягушка умеет прыгать. A frog can jump. Good. Следующее предложение уже составляйте сами. У нас есть number 2. Bird. Bird can sing. Yeah, bird can sing. Very good. Number 3. Chimp. What can chimp do? A team can dance. A team can dance. Смотрите, какие вы уже можете сложные предложения говорить на английском языке. Number 4. Fish. A fish can swim. Very good. Number 5. Horse. A horse can run. A horse can run. Вот таких 5 замечательных предложений у нас получилось с новыми словами и выражениями. Если вы их выучили, вам будет это очень легко делать. Даже не подсматривая на слова, уже по картиночке вы можете назвать. Exercise number 2. Look at the pictures. Смотрим на картиночку и говорим. Также продолжаем составлять предложения, что же умеют эти дети делать. Number 1. Larry. Да, и у нас есть уже образец в самом низу. Larry can dance. Larry can dance. Number 2. Lulu. What can Lulu do? Lulu can jump. Lulu can jump. Very good. Number 3. What is the boy's name? Bob. Да, и у мальчика Bob can swim. Bob can swim. Number 4. What is the boy's name? Peter. Peter. Как пейте, да? Peter can jump. Peter can jump. Молодцы. Я думаю, что вы прекрасно справились с этим заданием. Exercise number 3. Спой песенку, сопровождая движениями. Так, куда же нам без песенок? В прошлом уроке мы прочитали небольшую историю, а в этом уроке мы продолжаем обучение чтению на песенке и поем. Окей. Разбираем сначала, да? Потом послушаем. I can jump like a frog. Помните, как оно переводится с прошлого урока? Я умею прыгать, как лягушка. I can jump like a frog. И дальше идет. Boing, boing. Boing, boing. Помните, я вам говорила, буковка, вот этот звук г, в конце он не произносится четко, а зависает на носу. Boing, boing. Да? То есть он как прыгает у нас, и такой звук, как будто мячик отпрыгивает. Boing, boing. Такой звук, который рождается от мячика. Дальше. I can swim like a fish. Тоже понятное предложение, да, с прошлого урока. Я умею плавать, как рыбка. Splish, splash, splash. Ну, это такой звук, который рождается, когда мы по воде бьем. Хлюп, хлоп, хлоп. Splish, splash, splash. I can jump and I can swim. Вот это предложение вы точно можете сами перевести, даже без моей помощи. Я умею прыгать и я умею плавать. I can dance and I can sing. Я умею танцевать и я умею петь. And I can run and run and run. Повтор, да? И я умею бегать и бегать и бегать. Just like this. Вот так последняя фраза переводится. Или прям вот так. Окей, good. Несложная песенка, да, все фразочки, которые мы уже проработали в предыдущем уроке и сегодня мы с вами повторяли. Поэтому слушаем и прям пытаемся успевать подпевать. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая песенка получилась. Не быстро поют, да, заметили? Поэтому дома отчитываем, еще раз возвращаемся к видео и подпеваем. У вас все обязательно получится. А я прощаюсь на этом с вами. See you next time. Bye!